Всем еще раз привет и большое спасибо, что присоединились в эту пятницу, пятницу 13-го, классный день. Вот, и сегодня у нас очень такая интересная тема, это, собственно, прототипы, как создать самостоятельно интерактивные прототипы, сервисы или приложения. Имеется в виду, естественно, мобильные приложения. Мы, в принципе, сегодня поговорим и о сайтах, но в большей степени будем говорить о приложениях. Значит, немножко логистики, видеозапись потом будет, вопрос, если вам необходимо что-то узнать сразу, спрашивайте в чате, я буду смотреть, туда параллельно отвечать, если будет касательно того, что я рассказываю. И в конце у нас также будет время для вопросов и ответов. Что еще? Презентацию потом тоже можно будет скачать. В презентации некоторые слайды, они кликабельные, то есть можно перейти по ссылкам, посмотреть, как там и что. Вот, поэтому я думаю, что достаточно все просто. Ну что ж, тогда поехали. Так, секундочку. Ну, как бы вебинары «Теплицы» провожу только я, да, поэтому... Ну, да, получилось добавно. Да, меня зовут Алексей Ницца, я являюсь ивент-редактором, то есть все, что связано с инфопартнерством по мероприятиям. И в том числе я провожу вебинары и делаю видеоуроки «Теплицы». Вебинары — это те мероприятия, которые вот вы посещаете, как сейчас. Если что-то медленно грузится. У меня что-то пропало. Тогда я тебя перезабружу, наверное, презентацию. Окей. Опять техническая неполадка. Ну да. И просто я обязательно добавляю слайды, значит, о том, как выглядит наш сайт. Если вы еще его не посещали или посещали очень редко, заходите еще почаще, читайте нас. Мы много чего интересного пишем. address.test.ru, и в социальных сетях мы slash.tpli.cst. Достаточно легко нас найти. И по какой-то причине, если вы пропустили один из наших вебинаров или хотите посмотреть, что мы делали ранее, вы можете найти это, во-первых, на нашем сайте в рубрике «Вебинары». Это нужно нажать на мероприятие, там снизу будет рубрика «Вебинары». То есть мы выкладываем здесь видеозаписи, презентации. И также вы можете найти плейлист наших записей на YouTube, то есть есть плейлист именно вебинаров, и в том числе у нас есть плейлист скринкастов, так называемые видеоуроки или онлайн-уроки. Это такие небольшие видео, которые рассказывают о том, как делать какие-то, ну, свою работу более эффективно с помощью онлайн-сервисов, в основном онлайн-сервисов. В принципе, есть несколько программ, но тем не менее. Так что это такая стандартная программа о том, о чем я рассказываю. И, в принципе, если вы не смотрели наши вебинары или не смотрели какие-то видеоуроки, обязательно советую зайти и посмотреть. Может быть, вам пригодится это в вашей работе или в ваших проектах. О чем же мы сегодня поговорим? Это, в принципе, не совсем такой жесткий план, но в том числе, как бы, о чем хочется увидеть, там, услышать и пообщаться. Во-первых, поговорим о том, что такое прототипы, мокапы, сайты, приложения. И в каких случаях вообще это следует использовать, и какие есть основные шаги для того, чтобы создать прототипы. И также поговорим о том, какие сервисы используют для создания. Естественно, их очень много, но, по моему мнению, там, я сосредоточился на несколько, буквально, там, паре-тройке штук. И в конце, если время останется, я очень на это надеюсь, я покажу буквально, как, собственно, это делается. Это так не очень сложно. И, опять же, говорю, это не для таких вот прям продвинутых дизайнеров или юзабильти специалистов или еще что-то. То есть я это все рассказываю для тех людей, кто просто делает какие-то свои проекты, может быть, в некоммерческом секторе, в каких-то просто своих проектах, может быть, быть студент или еще что-то. То есть, в принципе, это для тех, кто не имеет каких-то специальных навыков. Поэтому все достаточно просто, и действительно, это можно разобраться, потому что, если разобрался с этим я, то, в принципе, вы тоже сможете разобраться. Поедем дальше. Итак, мокапы вот с английского языка это слово переводится в собственную пункт. Макеты или прототипы. Что же это такое? То есть, на самом деле, все это просто. И, как мы видим, например, можно сделать макет чашки, да? То есть, например, если вы хотите показать, не знаю, там, заказчику или, я не знаю, там, своему другу, допустим, о том, как будет выглядеть чашка, которую вы хотите подарить вашему общему знакомому, вы можете вот сделать такой мокап, да, макет цифровой, да, собственно, например, с какой-то надписью и показать. И, собственно, это даст вам представление о том, как будет выглядеть будущая чашка. Без надобности, собственно, изготавливать эту чашку и, там, не знаю, покупать ее. То есть, вот, прототип, они очень классно решают такие задачи, когда вам нужно показать, как это выглядит, как это работает, но, собственно, вы не тратите деньги и время на то, чтобы создавать это полноценно. Также существует очень много мокапов, например, там, фирменных стилей, то есть, есть такие подложки для фотошопа, да, то есть, на самом деле, это все делается очень просто, это не рисуется очень долго, да, вы просто создаете фирменный стиль, например, логотипы, и размещаете это на определенных атрибутах, да, там, не знаю, там, пакетах, крафте, еще что-нибудь. То есть, чтобы было понятно вообще, как это выглядит. То есть, и здесь как раз вот эти вот мокапы, они очень хорошо помогают. Я просто начал издалека, чтобы было понятно вообще, что это такое. И, естественно, например, можете посмотреть, как будут выглядеть, например, визитки. Более реалистично, да, вам совершенно не обязательно изготавливать их. Вы можете сделать такую картинку и посмотреть, как это будет. А если возвращаться, например, к тому, что мы имеем в виду, да, например, там, это сайт и приложение, то прототип сайта может выглядеть таким образом, да, вы просто рисуете, например, в том же Photoshop или в любой другой графической программе то, как, например, будет выглядеть главная страница вашего сайта, а потом вы можете использовать сервисы, например, которые помещают эту картинку в, например, вид монитора, как это здесь нарисовано, да, и таким образом складывается хорошее понимание того, как, собственно, ваш сайт будет выглядеть. И это достаточно репрезентабельно, да, вы можете презентовать это, например, там, не знаю, на конференции или еще где-то, например, или защитить свой проект. То есть это намного лучше и понятно для человека, чем показывают непонятные какие-то наброски. И это, на самом деле, делается очень быстро, совершенно ничего сложного в этом нет. А сегодня мы поговорим не только о прототипах, но и об интерактивных прототипах. И чтобы было понятно, что это такое, вкратце я скажу о том. Значит, во-первых, интерактивные прототипы – это соединенные между собой нарисованные экраны будущего приложения или сайта с помощью взаимосвязей и ссылок. И, соответственно, получается такая модель, которая, ну, собственно, она работает, ее можно там нажимать на кнопочки, и будет полная навигация. И будет совершенно понятно, как работает сайт и как это вообще все выглядит. И чтобы было понятно, что такое нарисованные экраны, да, например, если мы берем сайт, то, например, здесь экранами это будет что? Собственно, это будут страницы, да? Ну, это и так понятно, наверное. В мобильном приложении это будут, собственно, те экраны, которые там… экраны действия, да? То есть, например, какая-то главная страница, следующая страница. То есть, ну, допустим, вот главная страница – это один экран. Чтобы понять, что такое следующая страница, вы представьте, что вы на главной странице нажимаете на какую-то кнопку и переходите на следующую страницу. Вот следующая страница – это тоже экран. Таким образом, когда вы создаете такие экраны, то есть много-много-много все, например, экраны вашего мобильного приложения будущего, да, вы можете создать, и исходя из того, что вы их потом связываете с помощью кнопок и взаимосвязи, у вас получается интерактивный прототип, и он выглядит идентично тому, как будет выглядеть ваше будущее приложение. То есть для понимания того, как это работает, это очень здорово и очень быстро делается, то есть поэтому, собственно, мы советуем воспользоваться вот этими ресурсами, чтобы сделать такие интерактивные прототипы. Также, например, может... Алла, не слышит? Если у кого-то какие-то проблемы со звуком или с видео, вы можете просто попробовать перезагрузить страницу, это иногда помогает. Так, если мы говорим, например, о прототипе, например, сайта, то, допустим, это может выглядеть таким образом, да, то есть это прототип, который не имеет дизайна, но он показывает те элементы, которые присутствуют на той или иной странице. Алла. Да, я советую все-таки перезагрузить страницу, потому что если мы вас видим, то, видимо, как-то это работает. Окей, я продолжу. Итак, то есть вы можете сделать, значит, прототипы таким образом, и, собственно, это будет достаточно для того, чтобы понимать, как выглядит ваш сайт. Совершенно не трать время, силы, деньги на создание дизайна. Это очень удобно. И мы сегодня как раз поговорим об одном из таких ресурсов. И теперь, собственно, вопрос, да, когда и зачем создавать прототип. Я уже некоторые моменты озвучил, но еще раз давайте подведем итоги. То есть, во-первых, это как, ну, самое главное, да, обязательно нужно создавать прототип вашего мобильного приложения или сайта на первых этапах разработки. Не надо тратить деньги, опять же, сразу на дизайн и так далее, привязываться к какой-то платформе. Но сначала поймите, что вам нужно, для чего это вы делаете и так далее. То есть обязательно создайте такой прототип. Это делается достаточно быстро, и это можно сделать самостоятельно. Следующий пункт. Это нужно проверить общую структуру и навигацию вашего сайта или приложения. То есть, когда у вас есть прототип, вы можете пощелкать, посмотреть, переходы и так далее. И это будет понятно, где ваша ошиблась. Например, где непонятная страница, где непонятное меню. Для чего там нужно внести какую-то еще страницу для понимания и так далее. Третий пункт. Это проверить UX. Это user experience. То есть это то, как ваш пользователь взаимодействует с вашим сайтом или с вашим приложением. И это очень важно. То есть вот user experience и usability сайта – это очень такие сейчас популярные, важные темы, потому что они действительно раскрывают такое, ну, как бы качественное понимание, как пользователь взаимодействует с вашим сайтом. И делать это намного более удобным. То есть это такая вот недавно появившаяся профессия, но она сейчас очень важна. И вот прототипы, собственно, они очень помогают в том, чтобы сделать ваш сайт более юзабильным, что ли, чтобы был он более удобным. Следующий пункт – это вот в нашем случае, например, когда мы в теплице проводим какие-то хакатоны или воркшопы, то время ограничено, и не всегда люди, например, знающие программирование, они могут, например, сделать какой-то конечный продукт или еще что-то. Таким образом, они пытаются что-то сделать, но тратят очень много времени на ненужные вещи. Соответственно, в конце, например, второго дня, когда нужно презентовать уже рабочий прототип, например, жюри, да, помимо презентации они практически ничего не успевают сделать. И многим совершенно за пять минут становится непонятно, а как работает этот сервис. Поэтому огромный плюс вот в использовании таких интерактивных прототипов, он сможет показать людям со стороны, что вы делаете, для чего вы это делаете и как. То есть это очень работает. И вот поверьте, это намного будет полезнее, чем просто презентация, где вы будете рассказывать, что вы делаете и как вы делаете. Михаил спрашивает про инструменты, и я об этом расскажу, конечно же, чуть позже. Поэтому давайте двигаться дальше. Значит, мы пока поняли, почему это нужно, да, для чего создавать прототип. В принципе, вопросов об этом нет. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Также я собрал такие основные шаги при создании интерактивного прототипа. На самом деле шаги, может быть, они не в совсем правильной позиции, ну, в смысле, в последовательности. Но это я писал, собственно, для такого простого человека, кто, опять же, не является специалистом. Поэтому мне кажется, вот такая последовательность будет понятна. Итак, первое, что вам нужно понять, это нужно понять, для чего вы делаете ваш прототип. Это будет сайт, это будет онлайн-сервис, который показывается на компьютере, или это будет мобильное устройство. Если это будет мобильное устройство, вы должны понять, какое это мобильное устройство. Это будет телефон на Android, это будет телефон на iOS, то есть Apple, да, там iPhone, или это будет планшет. Вот мне кажется, вот это самое главное. То есть что вы хотите показать, на какой платформе это будет работать. Может быть, интуитивно это не совсем ясно, почему это первый шаг, но тем не менее. Второе, вам нужно выбрать тот инструмент для создания прототипа, который вам подходит больше всего. Потому что есть, опять же, два типа. Ну, я так условно разделил их на два типа. Первое, это у тех, у кого есть понятие дизайна, да, и те инструменты, у которых понятия дизайна нет. Сейчас я обратно перелесну. Вот, например, здесь нет дизайна, да, но здесь на самом деле все понятно. Поэтому вот это без дизайна. А вот, например, те приложения, которые позволяют создавать что-то с дизайном уже, да, это вот немножко другая история. И она, конечно, немножко трудозатратна. Так. Итак, когда вы уже приняли решение, для какого устройства вы будете это делать и какой сервис использовать, следующим шагом вам нужно сделать структуру сайта или приложения. То есть вы должны понимать, какие страницы будут на вашем сайте или в приложении, какие разделы, какое меню, какая навигация. Какая навигация или сервис, оно уже выполняет какую-то функцию, да. Она помогает человеку что-то сделать. Загрузить фото, разместить фото и так далее, например. Или решить какую-то общественно важную задачу. В любом случае есть определенная важная там задача, которая решается с помощью приложения. В принципе, это такой, на самом деле, очень серьезный и сложный вопрос. Нельзя это объяснить, наверное, за пять минут. Но нужно понимать, что вы должны выстроить, условно говоря, путь взаимодействия вашего пользователя с вашим сайтом или приложением. Вот именно как он знакомится, то есть первое, например, окно или первая там главная страница, и что он делает дальше. И до момента того, что он делает, совершает какое-то действие или там что-то еще. То есть вот вы это должны продумать. Проще всего, на самом деле, это делать на бумаге, да. То есть вы можете, условно говоря, нарисовать ваши экраны, ну там один, два, три, четыре, а потом как-то линиями соединить и подумать, как это будет все работать. То есть я советую вам начинать все-таки на бумаге. Следующим четвертым шагом, когда у вас уже есть представление о том, как ваше приложение, собственно, функционирует, вот просто что вы делаете, да, куда что нажимается, вы можете уже нарисовать эти экраны или страницы сайта. То есть вот как раз это я сегодня тоже покажу. Это достаточно, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко. То есть для прототипа это нарисовать достаточно легко. Важно здесь именно сделать таким образом, чтобы просто было понятно, ну, что, там, например, человек видит на определенной странице приложения или сайта. Понятно, что дизайн может быть изменен, да, но тем не менее основные какие-то вот, ну, там, группы элементов, они должны быть, они должны быть интуитивно понятны. Значит, после того, как вы нарисовали эти экраны, вы должны связать эти экраны с помощью кнопок или ссылок. То есть когда вы выстраивали вот этот путь взаимодействия между вашими экранами или как человек взаимодействует с ним, вы берете и нажимаете, ну, соответственно, вы выстраиваете такое взаимодействие через кнопки, да. То есть если это сайт, это ссылки, понятно, там, нажатия, да, а если это мобильное приложение, то здесь уже, на самом деле, достаточно много взаимодействий. Вы можете нажимать, вы можете свайп сделать, да, смахнуть, вы можете сделать что-то другое. Но тем не менее можно использовать достаточно одного нажатия, например, да, там, ну, не придумывать и не запретать велосипед и не путать себя в том числе. И шестой пункт – это обязательно проверить финальный результат, посмотреть, все ли понятно, желательно показать его, там, знакомым и тем людям, кто не видел то, что вы делаете, вот, просто чтобы он посмотрел конечный результат. И, естественно, вы должны собрать обратную связь обязательно и посмотреть, что было не так. После этого вы вносите правки и возвращаетесь на пункт третий. Смотрите, что нужно изменить в структуре сайта и приложения, что нужно изменить в экранах приложения, в связях приложения и двигайтесь дальше. Вот это такой итерационный вообще процесс, который длится до тех пор, пока вы не сделаете это все правильно или пока вас не будет устраивать это до конца. На самом деле шагов достаточно мало, но они вот как бы такие ключевые. Вот мне кажется, что вот если действовать таким образом, то, там, например, на этапе хакатона это нужно хорошо реализовать в течение, там, двух дней. То есть разбить просто по времени и достаточно, ну, можно успеть, действительно. Перед тем, как двигаться дальше, во-первых, я очень вам советую два ресурса. Первый – это 24 ошибки дизайна и изобилие сайта. Это именно касательно сайтов. В принципе, там много чего интересного есть о мобильных приложениях. То есть это каталог антипаттернов. То есть, условно говоря, это показ плохих примеров и почему это плохо. Вот перед тем, как делать свой сайт, например, или приложение, прошу прощения, вот очень желательно обратить внимание. Ссылка есть, собственно, вот внизу написано dngrey.ru.ukin. Ну, если вы скачаете презентацию, можете нажать. Или просто вот, ну, вы видите, да, оно тут написано. Это на русском языке. И на английском языке, по сути, есть то же самое. Называется «27, собственно, уроков». Ну, и вот тоже, почему что-то плохо выглядит, а почему что-то хорошо. И что нужно делать. Вот такие очень хорошие советы о том, как, в принципе, сделать юзабилити вашего сайта лучше. Да, то есть как сделать взаимодействие пользователей с вашим, ну, там, сервисом, сайтом или приложением лучше. А здесь, в принципе, то, что это на английском языке, это не так страшно, потому что здесь есть картинки на каждом примере. Они, в принципе, показывают о том, что плохо, а что хорошо, да. Вот, в принципе, это наглядно, и это, мне кажется, классный такой гид по тому, как делать что-то хорошо, узнав, почему, например, есть моменты, которые они плохие. Поэтому перед тем, как приступать к созданию, обязательно вот это изучите. Это действительно интересно. И поговорим немножко об инструментах. Я не стал, вот искренне скажу, я не стал собирать здесь очень много инструментов, потому что, во-первых, их действительно много, о чем-то я могу не знать, и они практически большинство платные или условно платные. Я подобрал те, которые дают возможность сделать это бесплатно. То есть вы можете, там, делать один или два проекта бесплатно, но этого совершенно достаточно для того, чтобы создать свой прототип. То есть, например, если вам, там, сервис дает возможность создать один прототип, это совершенно не значит, что вы больше ничего не можете сделать. Вы можете просто зарегистрировать второй аккаунт на вторую почту или на почту вашего какого-то друга. То есть, ну, как бы выход есть всегда, и вам не обязательно платить. То есть это очень хорошо может подойти, там, для тех, кто работает в некоммерческих организациях, у кого, например, нет бюджета на какие-то там программы. И да, я не стал рассматривать еще, естественно, именно, скажем так, программы, которые скачиваются, устанавливаются на компьютер, потому что, во-первых, это очень сильно зависит от вашей операционной системы, да, есть разные, там, программы, опять же, от скорости работы и так далее. То есть они достаточно сложные. Я вот сегодня сосредоточился на том, что работают онлайн. То есть вот у вас есть ваш браузер, и он дает вам возможность сделать все то, что вам необходимо сделать для того, чтобы, там, разработать прототип. Мне кажется, это очень здорово. То есть у вас есть окно вашего браузера, вы в нем работаете, и это будет действовать для всех. Ну, если, как бы, браузер достаточно нормальный. Или, ну, то есть поддерживает, например, все сайты. Первое из приложений онлайн-сервисов, которые я выбрал, это MockFlow. Вы можете на него потом зайти и посмотреть. Там он позволяет бесплатно делать один проект, насколько я помню. Ничего сложного. И он, в принципе, выглядит так же, как выглядят Mockups. Mockups, я считаю, это основной вообще такой, ну, пример того, с чего стоит начать. Да, есть еще Balsamik, и вот Mockups, мне кажется, онлайн. Этот сервис работает, и он действительно основной. То есть я потом перейду, просто покажу, как это на сайте выглядит. Ну, в двух словах скажу, что, по-моему, он тоже позволяет создать, по-моему, один проект, но это неважно. И, собственно, как это выглядит? У вас есть с левой стороны набор инструментов, просто каких-то элементов вашего будущего сайта, да? И у вас есть просто панель, куда вы можете перетягивать эти элементы и создавать страницы полноценные и так далее. Таким образом, потом, например, делая перекрестные ссылки, там, например, между вашими страницами, вы можете сделать интерактивный кликабельный прототип вашего сайта, который позволит вам понять, как это работает. Алла спрашивает, будет ли запись? Да, запись будет. Вот, mockups.com. Двигаемся дальше, и этот ресурс, InVision App, этот ресурс позволяет делать интерактивные прототипы с дизайном. То есть здесь немножко по-другому работает. Когда здесь вы просто создаете это онлайн, да, передвигаете элементы, то вот этот сервис, ну, собственно, как и следующий, о котором я сегодня буду рассказывать, Marvel App, он делается следующим образом. Вы просто создаете экраны, как картинки, загружаете эти картинки в сервис и потом просто выделяете те области, которые вы считаете кнопками, и назначаете на них ссылки. То есть это работает немного иначе, но тем не менее вы в конце получаете также интерактивный прототип. То есть еще раз, первые два сервиса, mockups и mockflow, он позволяет делать интерактивные кликабельные прототипы без дизайна с элементами. А следующие два — это InVision App, Marvel App — это сервисы, которые позволяют делать вам кликабельные прототипы с дизайном. И я сегодня покажу, как это делается. Тут я еще собрал несколько полезных ресурсов. Если вы соберете делать, например, прототипы именно с дизайном, вам необходимы будут элементы дизайна, потому что мы все, например, ну, я, по крайней мере, не являюсь дизайнером, и мне очень тяжело нарисовать что-то самостоятельно. Какие-то элементы, какие-то кнопки, иконки и так далее. И здесь я подобрал такие сервисы, которые позволяют вам бесплатно скачать, найти, использовать какие-то элементы, которые вам пригодятся для создания вашего прототипа сайта или приложения, или даже вообще для работающего сайта, например. Первый — это All the Free Stock — это набор бесплатных фото, mockups, разных элементов, чуть ли не видео, музыки. В общем, все-все-все, что может вам пригодиться, и это можно сделать бесплатно. То есть это такое, на самом деле, даже не знаю, как это назвать. В общем, это сайт, где собраны просто ссылки, условно говоря, на многие другие сайты, но это все интерактивно работает в одном сайте. Это действительно очень удобно, и я, по крайней мере, пользуюсь этим ресурсом для того, чтобы, например, находить бесплатные картинки. Следующий инструмент — это Canva.com. О нем я много рассказывал, и делал видеоурок, и делал вебинар. Это тоже онлайн-сервис, который позволяет вам делать, условно говоря, дизайн. Я просто, честно говоря, не знал, как сформулировать по-другому, но, собственно, он позволяет делать многие вещи. Постеры и так далее, загружать картинки, делать картинки, делать какие-то изображения, добавлять текст сверхизображений и так далее. То есть, в принципе, это удобно именно для создания прототипов в том числе. Забегая вперед, я скажу, что я, например, тот прототип, который я делал, я делал его в Canva, ну и потом использовал Marvel. Следующие два ресурса — это IconFinder, это бесплатные иконки, и The Non-Project — это тоже бесплатные иконки. Сейчас без иконок, наверное, сложно, да? Опять же, на сайтах они используются очень хорошо в приложениях, поэтому вы можете здесь поискать достаточно много бесплатных. Что значит бесплатных? В принципе, по-правильному вы в своем прототипе где-то внизу потом или на какой-то странице должны просто дать ссылки на источник, откуда вы это взяли, да? То есть, когда вы будете находить какую-то иконку, там будет ссылка на автора, вы можете ее использовать. И последний ресурс — это тоже очень похож на AllTheFreeStalk, это MakerBook, там тоже собраны бесплатные ресурсы для дизайна. Там действительно их очень много, они разбиты по типам. Мы делали обзор по этому ресурсу, вы можете посмотреть. Он очень пригодится вам, если вы собираете делать свои прототипы. Итак, полезные ресурсы понятны. Дальше осталось буквально один-два слайда, и я уже перехожу тогда к интерактивному показу. Да, тут я еще собрал три видеоурока, которые мы делали. Это первый — как создать реалистичный прототип с помощью Marvel App. Вы можете посмотреть его, то есть, ну, это ссылки кликабельные. Либо вы можете найти в плейлисте на YouTube. Второй — это как создать макет-сайт с помощью mockups. И третий — как создать дизайн в Canva. Собственно, я там говорил о том, как создать постер, но в том числе вы можете создавать все, что угодно, как я уже говорил. Также есть вебинар по Canva. Ну, я считаю, это такой достаточно сильный инструмент. Один из очень простых, очень простых, но очень надейственных. Именно для тех, кто как бы не имеет специальных навыков. Так, с этим все. Вопросы-ответы чуть позже. Давайте сейчас, перед тем, как я буду показывать все, какие-то у вас вопросы есть, я постараюсь ответить, а потом я просто уже интерактивно покажу, собственно, эти сами ресурсы, как это работает и так далее. Давайте вопросы, вопросы, вопросы. То, что я потом буду переключать вкладки браузера, я думаю, что... Окей, пока вы думаете, я попробую включить демонстрацию экрана. Так, демонстрация экрана. Оказывается, мне надо скачать еще плагин. Это буквально займет несколько секунд. В чате спросили, как делать код из этого. Это уже следующая стадия, и я как бы не в рамках этого вебинара. В принципе, есть такие инструменты, которые позволяют вам создавать именно из того, что вы сделали протокол код, и потом использовать во фреймворках его, но это немножко другая история. Да, это другая история, поэтому не скажу. Как и где скачать презентацию? Если вы видите у себя вверху вкладки, и там есть вкладка документы, то вы можете туда перейти, там уже должна быть презентация. Так, я еще раз попробую начать демонстрацию. Так, теперь вы должны видеть мой экран. Ну, то есть, вот, например, вы должны видеть сейчас canvo.com, и я вот перешел туда, и показываю вам какие-то элементы. Сейчас я вернусь обратно. Так, видно, да, отлично. В общем, то есть, я буду так периодически переключаться, но, тем не менее, чтобы было понятно. Итак, давайте начнем, наверное, с конца. Перейдем в Marvel App. В общем, это очень простое приложение, ну, онлайн-сервис, да, о котором я говорил. Мне кажется, он очень классный. И вот, не знаю, мне кажется, он один из моих любимых сейчас стал. Значит, когда вы регистрируетесь, во-первых, он позволяет вам залогиниться с Dropbox. Если у вас есть Dropbox, это здорово. То есть, вы можете соизмерять, то есть, вы можете синхронизировать те экраны, то есть, картинки, которые вы создали на вашем компьютере. И здесь, таким образом, вы можете очень быстро менять их, и это очень здорово. А также теперь, ну, не знаю, было ли это раньше или нет, сейчас уже поддерживается Google Drive, вы также можете это сделать. То есть, это очень удобно, когда вам нужно менять какие-то вещи. Обратите внимание, вот, интеграция с Dropbox очень здорово. Итак, когда вы зарегистрировались, вы вошли, у вас есть там какие-то проекты или никаких проектов нет, вы создаете проект, и как это выглядит? Все очень просто. То есть, вы подгружаете экраны. Вот представьте себе, что я заранее создал эти экраны, а я их действительно заранее создал. Вот есть кнопочка, изначально, если у вас нет, вы можете загрузить со своего компьютера картинки, с Dropbox или с Google Drive. Когда вы загружаете, так у меня прыгает мышка, что это? Вот у вас такая штука получается. Теперь, опять же, начну с конца, чтобы показать вообще, как это работает. То есть, вот, когда вы сделаете прототип, вы в конце получите такую ссылку уникальную, и вот действительно приложение, которое выглядит как приложение. И его очень интересно показывает, потому что всем будет понятно, как это работает. Если это сайт, так же будет выглядеть как сайт, то так же может щелкать там и переходить. Например, вот... Прошу прощения. То есть, допустим, я сделал там условное приложение. Например, вот такой экран, да. Здесь я могу или sign up, или логин. Я нажимаю логин. Перешел на второй экран, да. То есть, если мне нужно зарегистрироваться, я еще не залогинился, то я перехожу на первый экран. Ну, понятно, что я не все элементы продумал, но, тем не менее, для показа будет понятно. Потом я логинюсь, перехожу уже внутрь, ну и так далее. То есть, таким образом можно показать, как работает ваше приложение. Все достаточно просто и ничего сложного. Ну, как бы, просто пример такой простой, но тем не менее. Так, теперь что же я хочу показать? Значит, как же это работает? Когда вы загружаете картинки здесь, да, на каждой картинке есть кнопочка edit, то есть, редактировать. Когда вы нажимаете редактировать, давайте я вообще разверну на весь экран, а то что-то мне кажется, что плохо видно. Так, раскрываем. Да. Вы выделяете те области, которые, по вашему мнению, являются кнопками. То есть, если у нас, условно говоря, и sign up, и логин, логично, что это кнопки, да, мы имели в виду. То есть, когда мы выделяем зону вот так, и у нас появляется такое окно, куда оно ведет. То есть, я сейчас удалю то, что я сделал, потому что оно... Сейчас... Как удалить? В общем, ладно. Нажму на то, что я делал. То есть, вот появляется окошко, и здесь я могу выбрать следующий экран, куда будет произведено перемещение, да. Например, можно сделать это внешними ссылками и так далее. Здесь достаточно очень много настройок. То есть, например, я выбираю следующий экран. А action, то, что я должен сделать, это клик, например, да. Также можно делать свайп и так далее. То есть, ну, можно поиграться с этим, но достаточно базу вот оставить. Например, это клик, и screen transaction — это в какую сторону сдвигается что-то. Например, влево, вправо, вверх, вниз. Это очень интерактивно и удобно, действительно. И таким образом вы делаете это, собственно, с каждым экраном. Когда вы сделаете, вы нажимаете «Да». И вот так проходите по каждому элементу. То есть, здесь это вот так выглядит. Дальше, допустим... Так, сейчас... Допустим, я еще раз сделаю это вот так. Это ведет сюда. Screen transaction. Ну, давайте вот так сделаем. Нажимаем «Да». И когда вы это все сделали, вы опять же можете нажать «Play» и посмотреть. Вот. То есть, каждый раз вы можете вносить какие-то правки и смотреть. Это достаточно удобно. Так, я сейчас вернусь обратно. Заказчикам такое не опасно показывать, на самом деле. Вот честно. Есть проблемы с английским языком. Мне кажется, там все интуитивно понятно, но тем не менее, там... Можно посмотреть в переводчике какие-то слова. Ну, правда, то есть, это несложно. Кирилл, а почему это опасно показывать заказчикам? Такое мнение, кстати, интересное. Так, ладно, а я покажу следующее. Значит, что интересно? Так как я говорил о том, что это работает вкупе с Dropbox, да, соответственно, у меня, значит, что есть? У меня на компьютере есть папка, которая синхронизируется с Dropbox. Вот она. То есть, она на моем компьютере. И если я, там, добавляю какие-то туда файлы или вношу изменения, это все автоматически синхронизируется. Соответственно, если я сейчас возьму, например, вот... У меня, к сожалению, нет фотошопа на компьютере, но тем не менее, есть, там, какой-то графический редактор. Сейчас я просто включу, чтобы вы обратили внимание на одну вещь. Как вы видите, здесь кнопочка синяя сейчас, да? Вот представьте себе, что, например, сейчас мне нужно эту кнопочку изменить на другой цвет. То есть, это делать вообще очень легко. Вы берете какой-то графический редактор, открываете синхронизированные изображения на вашем компьютере и вносите правки. Вот я, например, там, его изначально делал таким красным, вот таким. То есть, если я внес изменения... Так, сейчас, секунду. Вот. То есть, я его пересохранил, да? Теперь новая версия файла есть. И если я теперь открою мой прототип, то кнопочка сначала синяя, и через какое-то время она должна измениться. Так. Фокус не удался, да? Давайте сейчас еще раз попробуем. Ну, у меня, честно говоря, все получалось. Так, 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 так. А, может быть, я его на втором экране изменил, кстати? Нет. Хотел вам показать, а не получилось. Представляете себе, как печально. Ну, в общем, идея понятна, да? Что на самом деле это работает достаточно быстро, и вы вносите правки очень быстро. То есть, если вы понимаете, что нужно добавить какой-то объект, или, например, вы хотите добавить какую-то еще кнопку, это работает реально очень быстро. То есть, при прототипе, при транзакциях, например, экранов, вы можете посмотреть... не знаю, почему сказал транзакция, перемещение экранов, вы можете посмотреть, например, какие-то недостающие элементы. Достаточно просто потом показать, как это работает. Что же мне не работает-то? Интересно. Так, секундочку. Ну, ладно, вернемся к этому позже. Ой, сори, сори, сори. Так, ладно, я вернулся обратно. Яндекс.Диск не поддерживает. Интерактивный результат можно посмотреть только через сайт. Евгения спрашивает. Значит, интерактивный результат можно скачать себе, если у вас есть платный план. Вот, как вы видите, можно в PDF скачать, в zip-архиве и так далее. И это доступно только, если у вас платная есть подписка. Но, в принципе, это достаточно ссылки. То есть, вы можете ее передать своим коллегам. Или заказчику посмотреть, чтобы он полистал. Это достаточно здорово. То есть, вот если нажать share, да, и сейчас... Вот если нажать publish, сделать публичным, то выглядит это следующим образом. У вас есть прототип, и вы здесь можете оставлять комментарии. То есть, это тоже очень удобно. То есть, например, вы тестируете какое-то приложение для вашей целевой аудитории, и, допустим, вы уже там выпустили какое-то приложение или какую-то придумываете новую фишку. Таким образом, вы можете показать людям о том, что вы хотите изменить. Мне кажется, это очень интерактивно и здорово. Почему кнопка не меняется? Я, честно, не знаю. Честно, у меня работал. То есть, вот, мне кажется, это очень удобно. Так, ладно, возвращаемся обратно. Подсес на такие инструменты. Так, он убирает потом, чтобы... Так, так, так... Ну, в принципе, да, такое мнение не имеет места быть, но как бы... Ну, мне кажется, надо пробовать. Возможно, для вашего случая это может подойти. Картинка из пикселей в другую папку сохранилась. Заметил гест. Ну, давайте посмотрим. Точно. Видите, как вы внимательно смотрите точно. Файл. Сохранить. Да, я действительно загрузил в другую папку. А давайте мы загрузим теперь ее туда, куда нужно. И тогда магия произойдет. Так, вот один. Точно, точно. Я совсем забыл, что оно по умолчанию так делает. В общем, кнопочка теперь должна быть изменена. Так, сейчас мы закроем. Ждем. Опа. И видите, как изменился, ну, наконец-то. То есть, вот действительно это работает, да. Спасибо за замечание. Я что-то совсем забыл, что это может быть из-за того, что в другую папку. В общем, мне кажется, это очень удобно. Так. Двигаемся дальше. В общем, с этим сервисом, мне кажется, это очень здорово. Да, и теперь давайте посмотрим, как я это делал. На самом деле все достаточно просто. Я открыл канву. Да, начнем с другого. Значит, чтобы было понятно. Когда вы, например, создаете новый проект, первым делом вы вводите название, например, какое-то название, а потом выбираете ваше устройство. Как я уже сказал, первым делом вам нужно понять, какое устройство. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, какого размера картинки вашего экрана делать. То есть в картинке это вот экраны, да? То есть какого размера. Потому что, чтобы на прототипе это хорошо выглядело, вы должны иметь определенный размер. Например, если это iPhone. Вот сейчас я просто открою и будет показано. В Settings есть настройки. Вы можете выбрать устройство любое. Вот здесь их достаточно много на самом деле. Вы можете выбрать Web. Вы можете даже Apple Watch выбрать. Вы можете выбрать iPhone 5, 6 и так далее. Nexus, Galaxy, Lumia. И, как вы видите, внизу подписаны размеры вот этих вот картинок, которые вам нужно сделать, которые будут будущими экранами вашего приложения. И здесь же можно изменить вот цвет и так далее. Таким образом, например, выбирая iPhone 5s, условно говоря, да, как я это делал ранее, вот для этого прототипа, который я показывал, да, тут изображение 640 на 1136. Что я делал дальше? Я дальше здесь в Canva... Давайте заново, наверное, открою, просто покажу. Здесь можно создавать не только там сделанные какие-то уже, например, там, постеры или презентации, но здесь можно сделать вот своих размеров. То есть вы вводите те размеры, которые вам нужны. То есть это 640 на 1136. Так-так-так. 640 на 1136. Вот. И у вас открывается новый проект, где вы видите вот такую штуку. И все. И вы теперь власно делаете здесь все, что угодно, и оно нужного вам размера. Поэтому, возвращаясь обратно, я это сделал реально попросту. И вот вы можете таким образом нарисовать здесь такие элементы. То есть тут, в принципе, в Canva действительно есть все, что необходимо, чтобы сделать такой простенький прототип. Это текст, это картинки, это элементы различной формы, да, и цветов. Поэтому, то есть вы можете изменить и здесь вот цвет. Сейчас. Потому что они очень маленькие. Ну, условно говоря, вот, как видите, можно там поменять. Зеленые сделают, допустим. И потом копируете. Вот здесь есть кнопочка копировать. Она копируется, и вы создаете такие экраны, которые вам нужны. И вы совершенно бесплатно это делаете. И потом совершенно бесплатно скачиваете на свой компьютер в достаточно хорошем качестве. ПНГ. И потом копируете просто эти экраны в ту папку, которая у вас синхронизируется с Dropbox. Либо вы уже в Marvel App подгружаете из проекта. И все. Вот, собственно, таким образом это работает. Поэтому вот мне кажется, это максимально упрощает вообще работу над созданием приложения, когда вам нужно его быстро презентовать или когда вам нужно понять, как оно будет выглядеть и как оно будет работать. С этим, наверное, будет уже ясно. И я еще в конце хотел показать... Так, сейчас я посмотрю вопросы. Просто ссылку, да. Можно просто прислать ссылку. Есть публичная ссылка, как я уже показывал, которая позволяет оставлять комментарии. Есть просто внутренние ссылки, которые доступны тем, у кого есть ссылка, кто знает, что есть ссылка. Вот, мне кажется, это очень классное приложение. И последнее приложение. Давайте вот Мокапса покажу. Сейчас, Мокапс. Оно через купюшицы. Позволяет создавать... Тут как-то сложно все это, на самом деле. Сейчас я залогинюсь. Я просто хотел посмотреть, сколько же это, как бы, можно создавать, но... По-моему, один или два проекта. Но, опять же, это не совсем неплохо. Я уже говорил, что вы можете создать, потом удалить, или создать на другую почту. В общем, совершенно не проблема. То есть, когда вот я раньше делал видеоурок, я, собственно, делал такой прототип. То есть, вы просто берете и перемещаете сюда элементы. Перемещаете, пишете описание и так далее. То есть, все достаточно просто. Текст добавляете, выравнивание, то есть, для понимания, да. Вот у вас есть страница. Вы можете добавлять новые страницы, убирать. То есть, также вы можете добавлять любые страницы. На каждой странице будет новое изображение. И это здорово то, что, во-первых, можно, опять же, поделиться с помощью ссылки этим проектом. То есть, вы можете, например, когда изучаете свой проект, вы можете поделиться ссылкой и просто открыть ее в браузере. И это будет выглядеть вот следующим образом. То есть, все достаточно просто. То есть, можно кликать. Видите, вот, Анас, я сюда кликаю новости. Получается, сюда контакты, сюда, да. Ну, это понятно, что очень, опять же, простой прототип, но, тем не менее. И, ну, как бы, это реально работает. И тут нет дизайна, но тут есть все необходимое для понимания того, что это такое. Поэтому, вот, мне кажется, этот ресурс тоже заслуживает внимания. И тут правда, ну, правда, все просто. То есть, вот, интуитивно понятно. То есть, у вас есть куча наборов. То есть, как я понял, бесплатный план позволяет вам использовать 300 stencils. Stencils – это такие элементы. То есть, вот один у вас, один ваш проект может содержать не больше 300 stencils. Давайте посмотрим. Сейчас в настройках. Можно ли создать еще один? Наверное, нельзя. Ну, в общем, в принципе, этого достаточно, чтобы создать. Мне кажется, почему нет? Если у вас команды, там, несколько человек, опять же, есть разные mail. Можно зарегистрировать на разные mail и сделать несколько проектов. Так. Кирилл, это было... Интересно, Кирилл, это сарказм или это, как бы, ну, как бы серьезно? Надеюсь, что серьезно. Так, ладно, в общем, с этим понятно. Давайте пока тогда выключу демонстрацию экрана. И если у вас есть какие-то вопросы, давайте задавайте. Или я могу пока что-то еще показать, потому что время еще есть. Вот, честно, мне кажется, что mockups и Marvel App – это вообще очень классное решение для тех, кто не является профессионалами. Но вот прям это работает очень быстро. То есть, вот, вы создаете, ну, как я уже говорил, да, там, вот эти вот экраны и вперед. Можно ли создавать что-нибудь с картами? Ну, смотрите, Кирилл, что именно с картами? То есть, в принципе, так как это прототип, то это будет, ну, интерактивно, но это не будет настоящей карты, да. То есть, возможно, вы можете там как картинки маркеры нарисовать или еще что-то, но для этого есть другие сервисы, которые позволяют вам создавать интерактивные карты. То есть, здесь, собственно, построена база на том, чтобы анимировать картинки. То есть, это, условно говоря, анимация картинок. Либо анимация вот тех элементов, ну, условная анимация, да, интерактивное взаимодействие элементов, которые вы есть. Что еще показать? Можно еще показать. А что вам еще показать? Ну... Картографические картинки-заготовки. Ну, вот смотрите, то есть Marvel App, который, он позволяет вам использовать ваши картинки, соответственно, все, что вы нарисуете, пожалуйста. А в Mockups есть... Давайте посмотрим. Сейчас я просто пролистну сам. Ну, по крайней мере, вот картинка есть, карты. Включу демонстрацию экрана. Ну, условные знаки. Вот смотрите, вот карта есть такая, то есть элементы карты есть такая, да, это в Mockups. Ну, никто же вам не запрещает загрузить сюда свои элементы, картинки. И вы можете нарисовать это, а нарисовать вы можете, опять же, в Canva. То есть, ну, правда, это все очень просто. То есть вы берете карту, ну, нужную вам. Потом, например, маркеры — это определенные иконки. Их также можно скачать на IconFinder, например, бесплатно. И просто понатыкать сюда, получить картинки. Или прямо загрузить вот сюда. И перетащите, ну, представьте себе, что это маркер, да, и вы на карту так перетаскиваете. Там изменяете размеры, и все. Пишите, что вам нужно, описание и так далее. И тогда это будет работать, да. Таким образом. То есть вот давайте я еще раз вернусь. Ну, хорошо, чтобы если что-то показать, просто ради интереса, первым делом я вам советую вот что сделать. Во-первых, есть у Marvel Lab такой раздел Explorer, где можно посмотреть, что вообще люди делают. Вот вообще какие прототипы они делают. И они, ну, как бы доступны для всех. Сейчас мы посмотрим. Тут есть вот популярные Stuff, Pixie и Recent, да. То есть для вдохновения, вообще для мотивации своей, для какой-то вот для вашего приложения, мне кажется, это очень здорово. И опять же, если вот переходить на каждую, можете посмотреть, как это работает. Flip. Непонятно, на каком языке я написан. Ну, в общем, что-то, что позволяет регистрироваться. Не очень интересно. Давайте посмотрим что-нибудь другое. Что же можно еще посмотреть? Давайте посмотрим вот это, Monde Conversation. То есть можно найти, правда, очень классную вещь. Так, допустим, это какой-то мессенджер, как я понимаю. Или это вообще игра. Или это мессенджер. Или это игра. Ну, то есть здорово. Так. Что мне интересно, вот, посмотреть, есть ли прототипы сайтов. Мне кажется, вот это что-то для планшета или сайта, да. Видите, разворачивается достаточно в большом виде. Да, это сайт. Есть меню. Мы можем посмотреть. Мало, что мы можем тут сделать, но... То есть, как вы видите, выделяются те элементы, которые мы можем нажимать. Но, тем не менее, это дает представление о том, как это выглядит. То есть, макет сайта уже такой более-менее приближен к реальности. Так, давайте еще один посмотрим. Пока есть время. Пример вот это. Тут все понятно, да. Тут есть элементы. Можно посмотреть. Вернуться обратно. Стартап. Читать. Вернуться обратно. Посмотреть раздел вопросов. Вернуться обратно. И вот, вы видите, это выглядит как телефон. Здорово. Если вам понравилось, вы можете здесь комментарии написать. Так, кстати, не буду мышкой пользоваться. Можете внести свои комментарии какие-то и так далее. Ну, в общем, здорово. Так. Давайте я выключу презентацию. Так, опять. Документы. Начать демонстрацию. Так. Сервис недоступен. Где? Что недоступен? Гость спрашивает. Кирилл, а пользователь может вводить какие-то значения в поля? Форм выбирать из выпадающих списков? Значит, выбирать он может, вводить ничего не может. Вот выбирать он может, да. То есть, ну, кликать, свайпать, что-то еще делать, какое-то взаимодействие, кроме ввода информации. То, что ввод информации, это, собственно, это уже программирование, потому что нужно взять информацию пользователя и куда-то ее поместить. Здесь немножко другое. Вот. Поэтому это только внешняя оболочка, это макет. Он не рабочий, но он показывает все, что есть на сайте или на приложении. Так, еще какие-то вопросы есть? Просто давайте еще вернусь сейчас на какую страницу. Сейчас, сейчас, сейчас. Последовательность хотел бы сказать просто. То есть, вот основные шаги, мне кажется, такие, да. Вот обязательно посмотрите и просто попробуйте самостоятельно что-нибудь сделать. Мне кажется, просто даже если вы не планируете делать никакой сайт или приложение, просто поиграйте с этими инструментами и почувствуете, как это интересно. И если, например, у вас там есть дети или волонтеры, или молодые какие-то студенты, вот дайте им это поиграться. Реально это здорово. То есть, это уже можно будет просто показать, как какой-то свой там маленький проект. Это здорово. Да, Роман, спасибо вам, что вам понравилось. Так. И обязательно обратите внимание вот на эти, да, два ресурса. Вот я тоже читал, много чего полезного, узнал о том, как сделать сайт более юзабильным и как он более удобным для пользователей. Так. Ну что, вопросы, 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 вопросов нет. В принципе, видите, я быстро даже уложился, это здорово. То есть, еще резюмируя, это все просто. То есть, если вам нужно что-то нарисовать, берете, открываете канвуль, графический редактор, туда копируете все, что у вас есть, какие-то иконки и так далее. В канве это очень просто, работает в вашем браузере. Потом в Marvel все загружаете, синхронизируется с Dropbox, и у вас получается классная штука. Ну вот, да, Наталья, видите, кстати, да, это классный, классный комментарий. Как ставить ТЗ, то есть, понимаете, да, программисты, они же воспринимают информацию не так, как мы, да, как мы, ну, там, заказчики, условно говоря, там, те, кто хотят видеть, то есть, наш сайт или приложение, так, как оно выглядит, потому что большинство программистов, оно мыслит вот именно кодом. Поэтому, если вы будете показывать вот такой визуальный прототип, для них будет немного более понятно, что вы имели в виду, а то, когда вы на бумаге расписываете, это не совсем все интерактивно и понятно. Поэтому, да, это классный плюс еще, ну, там, как инструмент для того, чтобы создать такое интерактивное ТЗ для программиста. Кстати, да, классное замечание. Ну, вот, честно, как я сказал, у меня нет фотошопа на компьютере, представляете? Ну, то есть, потому что не нужен просто. В общем, тогда спасибо, я туда запись останавливаю.